Также у нас есть круг и кольцо, которое вращается, которое тоже крутим мы. Серьезно? Да. Вот, но сейчас мы его не можем крутить так, как у нас стоит декорация. А вообще, это вот включен. Это вот таким образом происходит. Вперед, назад. А скорость одна и та же? Нет, если чуть-чуть, значит, надо чуть-чуть. Если до конца, то он едет быстрее. Прям как на корабле. Полный вперед. Я пытаюсь следить и оставлять спектакль в том варианте, который мы выпустили. Потому что у спектакля есть, к сожалению, такая тенденция, когда ты долго очень играешь, они утрачивают свою индивидуальность. Вот. И как-то пытаешься все равно подогнать к тому, что было изначально. А почему это происходит? Меняются артисты, бывают вводы. Когда происходит ввод спектакль, другой человек не может повторить то же самое, что играл до этого другой актер. То есть мы идем от индивидуальности уже другого человека. Поэтому много очень факторов, которые влияют на это. Вот видишь балка внизу. Во время спектакля она якобы будет рушиться. На самом деле это все будем опускать. Какие-то повыше? Мы. Вот эти вот? 29 вот вниз. Чуть-чуть только. Опускай. Стоп. А когда она во время спектакля, она прямо до конца? Она опускается на определенный угол. Тут уже ребята не знают, на какой угол. Так, давай я подниму. Декорация взлетит. Ломаемся мы? Да. Бывают такие режиссеры, которые прям кровопийцы, которые выпивают из себя всю энергию и очень сложно. А бывают, которые приезжают, и ты на одном дыхании все репетиции проводишь, и с удовольствием и ребята-артисты бегут на эти репетиции. Вот это вот, наверное, самое приятное. А кровопийцы, в смысле, все не то, все не так? Это переделает, это все ты неправильно поняла? Нет, вот есть режиссеры, они энергетические вампиры такие. Они из тебя сосут эту энергию. И приходя утром в хорошем настроении, иногда можешь уходить вечером абсолютно разбито, потому что из тебя высосана вот эта вся энергия. Ну, то есть, получается, она высасывается даже не за счет каких-то там прений? Нет, не всегда. Я вообще стараюсь не конфликтовать с людьми, не с ними работать. Зачем с ними конфликтовать? Так, потому что здесь ходят. Ты помнишь, где, как все это? Конечно, здесь ходят, там ходят. Вот этот тоже неправильно у нас стоит. Обычно это мальчишка у меня делает. Вот так. Потому что здесь натянут провод тоже определенной длины, которая должна быть. Был такой спектакль «Паночка», там режиссер был очень требовательный. И вот там летала так шторочка, все красиво. И вот ему нужно было, чтобы эта шторочка летала вот именно так, а не как иначе. Но мы все живые люди, и мы не можем шторку заставить летать так, как надо. Ну, вот как бы придирались к этому. Потом там был очень интересный технический момент. Шторка подлетала наверх. В это время нужно было успевать зарядить гроб на люк, который потом уходил вниз. И шторка сверху его накрывала. Там буквально доля секунды это все происходило. И вот был один спектакль у нас, когда мы зарядили вроде бы этот гроб, начали опускать. А гроб не встал на люк. И гроб вместе с артистами внутри начал наклоняться. И тогда пришлось взять все в руки, нырнуть под эту шторку, ногой столкнуть этот гроб в люк. И гроб тогда ушел ровно. Вот смотри. Идет сцена. В конце сцены идет затемнение. Я выхожу сюда. Делаю вот так. Нет, конечно. Забираю артиста и увожу туда. Потому что со света в темноту уходить очень сложно. А помощник режиссера должен видеть, как кошка. А зачем ты делаешь так? А, чтобы они тебе по звуку? Чтобы они на звук услышали, куда им идти, в какую сторону. Ну, во-первых, по звуку. А во-вторых, зритель сразу реагирует, начинает аплодировать. Субтитры создавал DimaTorzok